Вчера в паблике Аноним 03 появилось видео, где подростки издеваются над девочкой. Как сообщил анонимный пользователь, место травли – Ханхалойская средняя школа в Мухаршибирском районе, а сама девочка с рождения слепа на один глаз. На инцидент уже обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. На текущий момент мною направлено обращение главе района с просьбой в оперативном порядке совместно со специалистами районного управления образования, сотрудниками полиции организовать служебную проверку по указанному инциденту. Наталья Ганькина пообещала разобраться, почему дети позволяют себе травить сверстников и почему сотрудники школы смотрят на это сквозь пальцы. Немного о глобальном. В Государственной Думе предложили разрешить использовать мат-капитал для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, декабрьское повышение цен на коммунальные услуги серьезно ударило по наиболее уязвимым слоям населения, в числе которых родители-одиночки и многодетные семьи. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год. В правительстве подтвердили, что обращение поступило и будет рассмотрено в установленном порядке. Сейчас мат-капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, на товары и услуги для детей-инвалидов. Он также может быть представлен в форме ежемесячной выплаты по рождению или усыновлению второго ребенка. Также его можно направить на формирование накопительной пенсии матери. Теперь лучше пройти мимо. Конституционный суд России разъяснил, чем находка отличается от кражи. В качестве примеров суд привел две ситуации с найденными мобильными телефонами. В обоих случаях граждане нашли устройство, выбросили сим-карты предыдущих владельцев и присвоили телефоны. Их осудили. Одному дали 6 месяцев лишения свободы, второму штраф 15 тысяч. Так что если вы нашли бесхозную вещь и не пытались найти ее хозяина, а также уничтожили следы принадлежности этой вещи владельцу, то вас могут привлечь по статье 158 УК РФ, а именно за кражу чужого имущества. Почта России увековечила память 10 героев России, которые погибли в ходе проведения СВО. В их число вошел и уроженец Бурятии, лейтенант Росгвардии Максим Концов, который погиб, спасая товарищей 24 марта 2022 года. Серия марок выпущена в рамках проекта «Единой России. Историческая память». Нам важно, чтобы память о героях продолжала жить. Мы ведем сегодня активную работу по увековечиванию памяти героев. На всех школах, где учились герои, устанавливаем памятные доски. Их имена присваивают улицам, образовательным учреждениям. В Улан-Уденской школе номер 47, где учился Максим Концов, открыта мемориальная доска в его честь. Здесь его имя носит кадетский класс. Имя героя носит также улица в микрорайоне Таежный. Местность территории Забайкальского национального парка. Обнаружена матка с лосенком. Закончим на мелоте. В заповедном Подлиморье на камеру сотрудника попала лосиха с лосенком. Сперва детеныш смирно горцует след за мамой, а затем внезапно убегает в сторону леса.